Алиса, отгрой шторы Зачем открыть? Вот так Алиса, закрой шторы Всем привет! Давайте же посмотрим, как работает штора с Яндекс.Алисой. Для правильной работы мы должны проверить, открыть приложение Яндекс, открыть устройство и смотрим детская комната, или детская, открываем гардины, смотрим голосовые команды, так выглядят голосовые команды, проверка статуса и отложенная команды. Называем мы ее гардина, но открывать можем также и словом штора. Об устройстве. То есть, это производитель принадлежит к ТУИ, то есть это на ТУИ, не на Эвелинг, а именно на ТУИ. Итак, что для этого нужно? Первое. Я использую приложение Ясмарт. У меня как бы здесь занесены все шторы. Сейчас эти шторы закрыты, можно их открыть. Ну, как заносить в Ясмарт я естественно не показываю, потому что это непонятно. Вот здесь, кстати, Алиса нет, но это уже производитель ненавато, но почему-то не пишет. Хотя, конечно, надо написать разработчику, чтобы указали и Алису. Хотя, наверное, это проблема Яндекса. То есть, Яндекс должен это делать, но не хочет, не надо. Так, разобрались Ясмарт, запомнили приложение. Но для того, чтобы Ясмарт работал с Алисой, необходимо в приложение Mi Home. Сейчас начнут прилетать уведомления. Может быть, что-нибудь перебьет. Так, заходим. Другие устройства платформы. Это уведомление выскочило, но мы его уберем. И вот, как мы видим, здесь у нас есть Акара, Эвелинк, и Туя. То есть, у вас здесь пункт, вы должны нажать добавить, найти Тую, нажать на Тую и авторизоваться. Вот, авторизовавшись, вы закидываете все приложения. Закидываете все приборы. После этого вам еще необходимо открыть Яндекс. Здесь я зашел сразу в устройство, потому что, видимо, торчало оно. И мы видим этот плюсик внизу экрана справа. Нажимаем его. Нажимаем другое устройство. Здесь опять же ищем Тую. Вот, кстати, я еще использую приложение Дигма. То есть, под Дигмой тоже можно войти. Вообще, нужно найти все приложения, которыми вы пользуетесь. Но здесь, в частности, мы говорим о Туе. И Lite тоже я использую. Broadlink я использую. Вот есть Туя Smart и есть Smart Life. И даже если, допустим, ну, учетная запись должна быть, конечно, Smart Life и Туя Smart. То есть, наверное, если вы на Тую что-то делаете, то лучше вам завести две учетные записи и на Smart Life и на Туя Smart. Иногда даже бывает, что зайдя на Тую, приборы не подцепляются. Но зайдя на Smart Life, они подцепляются. Хотя, само приложение вы всего лишь однажды завели, зашли под учетной записью, и в Smart Life я не закидывал никаких приборов. Но они, бывает, что даже не закиданные туда приборы появляются. Поэтому две учетные записи лучше завести. Ну и опять же, мы нажимаем на Туя Smart. И здесь у нас пишет, обновить список устройств. У меня он пишет, обновить вас будет авторизоваться. Я нажимаю. У меня пишет, новых устройств не нашли. Все. После этого, как только вы авторизовались, у вас эти приборы все выскочат, будут на английском языке, если вы их не переименовывали. Вам нужно будет их переименовать на русский язык. Потому что Алиса не может, как бы, общаться на английскими буквами. Ей нужно обязательно русские буквы. То есть, мы называем уже как хотим-то. Гордины, шторы. Вот у меня есть занавески. Ну, так назвал занавески. На самом деле, это привод 16 миллиметров. Тоже от Zemi Smart. Он тоже на Туи. Так вот выглядит. Ага, вот так вот выглядит. Ну ладно. Непонятно почему. Ладно, будем решать эту проблему. Что ж, с 16-ти миллиметровым приводом. Если у кого-то есть такой привод, расскажите, как у вас работает, нормально или нет. Еще у нас есть в спальне жалюзи и занавески. То есть, здесь они, это двигатель такой, за цепочку тянется. И вот у него вот такие вот команды. Кому интересно, можете поставить на паузу, посмотреть. То есть, вот этот прибор. Тоже, видите, Smart Life производитель. Хотя, на самом деле, это Zemi Smart. И вообще, на Туи разницы нет, как называется производитель. Они все работают на Smart Life. Вот такой вот был рассказик. Если вам было полезно, ставьте лайки. Если не было полезно, ставьте дизлайки. Также, есть еще одни шторы. То есть, это еще 20-ти, 30-ти, так, сколько там, 25-ти миллиметровый ролл штора. То есть, вот она, роллы называется. Но они выглядят немножко по-другому. Они выглядят вот так вот. То есть, включить-выкручить, открывание. И голосовые команды выглядят вот так. Но разницы нет, как они выглядят. То есть, это уже, там, производитель так начудил или наделал. Это все. Главное, что это все работает. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте под видео. В комментариях я обязательно отвечу. Все, на этом все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok